Я участвую в ВКонтакте. Недавно туда проявился по предложению друзей, которые сказали, что необходимо, чтобы люди слышали какие-то новости или пожелания от первого лица. Потому что много двойников оказалось в ВКонтакте. Шевчуков в стране немало. Поэтому время от времени я всех в последний раз поздравил с Новым годом и с Рождеством. Ну, то есть как-то стараюсь появляться там пару раз в месяц. Но я не блогер, это точно. Потому что я как-то привык писать песни больше, чем. Быть блогером – это что-то случилось, да, и какое-то свое такое резкое, точное или неточное мнение, да, вот человек выражает тут же, сразу. А я привык размышлять. Вот моя работа, ну, даже не работа, а мое занятие рок-н-роллом и писание песни приучили меня к другому виду мышления. То есть не выдавать на гора сразу что-то, а размышлять над этим, над тем, что случилось, и найти какие-то метафоры, которые бы подходили к этому действию. Поэтому я не блогер. И, наверное, я объяснил почему, да. Не то, чтобы я люблю более сложную речь, но все-таки для меня важно, чтобы это было мое обращение какое-то по возможности поэтичное. Как-то я так привык размышлять. Ну, вот, поэтому я не блогер. А в блоге писать стихами на каждую, на каждый пожар или землетрясение, ну, у меня нет таких сил. Я не Дима Быков. Это вот кадр, конечно, у нас, да, веселый, очень такой подвижный чувак. Ну, вот, я такой долгодум, скажу вам честно, да. Поэтому у меня и разобью иллюзии некоторых, и оратор, по-моему, неважный, потому что как-то, говорю редко, но когда уж совсем наболит. Ну, такой я человек. А к социальным сетям я отношусь, конечно, с большим пиететом, и это действительно свободное пространство. И раньше я вот недавно копался в архивах, нашел гору писем. То есть писали письма друг другу. Да, писали письма, и я был... И эти письма заставляли нас заниматься вот литературой какой-то. Напоминалось, вот, 19-й век. Я несколько своих писем каких-то перечитал, и черновиков, и был удивлен каким-то слогом, который точился в этих письмах. Да, даже письмо маме, там, допустим, откуда-то там, я не знаю, из дальних окраин, оно все было окрашено какой-то поэзией, смыслом, или письмолюбимым. Вот. А сейчас вот блоги, все сжатое, ну, но это тоже все равно литература какая-то. Какой-то жесткой, конкретной, точной речи, ну, написать это все хорошим языком. Ну, слава богу, эпистолярный жанр, он присутствует, и все продолжается. Слово не умерло, как многие предрекали. Все хорошо. Да здравствует социальные сети. Юрий, а вот ваша музыка присутствует в социальных сетях? И она с вашего разрешения, или она с вашей? Ну, в Ютюбе, полно, полно в Ютюбе. Вот, кстати, мы на своих концертах, кстати, разрешаем все съемки любые. И поэтому много потом кто-то выкладывает, даже с айфонов, с мобильных телефонов, какие-то фрагменты понравившихся наших концертов. Мы не спрещаем ни фотографировать, ни снимать. Но, может быть, профессиональную съемку мы ограничиваем, да. Там несколько песен. А так нет. Ну, мы же работаем для людей. И, конечно, большие артисты, которые живут на телевидении, они запрещают съемки. Почему? Потому что, ну, какой-то неправильный рак от головы, там, тот или иной кадр выглядит несимпатично, мягко говоря. И животная вся сущность бездуховного того или иного певца народов, она видна на экране. Мы этого не боимся. Мы такие, какие есть. У нас есть что-то и от животных, что-то есть и не от них. Слава богу. Так что смотрите на нас, какие мы есть. Юлия, когда я очень интересная вещь, вот мы когда были, вот с какого-то на вашем прогоне, и мы там несколько сюжетов, такие по две, по три минуты опубликовали, как репортаж на редакции и так далее. Так вот, YouTube в некоторых странах звук снял у нас к вашим песням, а в некоторых странах вообще запретил. И пишут в письмах, что какой-то английская компания, ну, с английским названием, английскими буквами, запрещает использовать это видео. Кто вот это тогда запрещает? В Лондоне? Ну, я не знаю, я не знаю, кто это запрещает. Из страны там две градации. Или вообще звук сняли, или в некоторых странах сняли. Там буквально несколько минут ваших песен, которые мы хотели, ну, как иллюстрации к репортажу, как прошел прогон, как сколько людей было, как это воспринималось. Ну, может быть, они боятся конкуренции, я не знаю. Но это радует, дай бог. Но учитывая, что мы это интервью, один из каналов в YouTube будем ставить, пусть они тогда подслушают, что вы сказали. Пожалуйста, да, мне как-то об этом первый раз слышу, чтобы в YouTube нас что-то, кто-то запрещал. Ну, даже, честно говоря, не знаю. Ну, интернет – свободное пространство. Конечно, много светлого, много и грязи. Но здесь как раз он заставляет нас самих выбирать. И, мне кажется, он уточняет вопрос, кто ты сам. Ты вот сам кто-то. Или смотришь ты по порнуху, или какую-нибудь грязь, или ты читаешь книги в интернете. И смотришь прекрасные фильмы. То есть, все вернулось к человеку, к нам самим, мы выбираем. Или ты скачиваешь, допустим, новый альбом в хорошей, полюбившейся группе, и тебе бесплатно, то есть, жульничаешь, или плачешь деньги, какую-то копейку бросаешь на сайт группы. То есть, интернет поднимает ответственность человека в данный момент. Это мне очень радует. Кстати, мне говорят, вот, все бесплатно, все бесплатно. Да, очень много людей, и вот сейчас вот молодых, которые и пишут мне в контакт, и нам на сайт, что, ребята, где можно приобрести легально ваш альбом? Мы хотим сблатить вам деньги, не хотим воровать, но это же приятно. Ну, то есть, какие-то вещи происходят. Все-таки Господь нас не оставляет, мне кажется. И добрые силы в людях, они существуют и живут, и как-то до конца света, до полного разложения, да, нам всем далеко все-таки. То есть, есть какой-то промысел, да, все-таки. Как-то люди, бах, и казалось бы, вот сейчас будет полная деградация в обществе, благодаря этой всей дозволенности, а нет, а нет. Как-то всем вдруг хочется время от времени помыться. Да. Ну, приятно. Это хорошо. В этом жизнь. Ну, все. Спасибо. Все.